Нам, пацанам, все равно. В чем главное, чтобы мы были? Это юношам просто. Костюм, рубашка, а вот девушкам сложнее. Платье, туфли, прическа, макияж, маникюр, аксессуары, а еще волнение. В этот день нужно быть самой красивой. Сейчас у выпускниц актуальны простые лаконичные наряды, но также в моде и неоновые цвета. И для того, чтобы в этот день блистать ярче звезд, визажист Мария Даровская предлагает сделать акцент на макияже. Например, розовые стрелки. Но сколько они будут стоить? В среднем макияж в Ростове стоит от полутора тысяч рублей. И можно сказать, до бесконечности. В среднем от полутора до шести тысяч рублей. Все-таки стоит выбирать лучше визажиста, чем накраситься сама. Почему? Потому что визажист делает макияж, который продержится от и до. И в жару 40 градусов, и на жарком банкете он будет красиво смотреться на фото-видеокамере. Тем выпускницам, которые решили делать макияж самостоятельно, Мария советует за день до выпускного не экспериментировать, использовать только проверенную косметику. Самые главные ошибки в макияже, по ее словам, это яркие графичные брови и неподходящий по цвету тон. Выпускница Ольга таких ошибок точно не сделает. У нее будет естественный макияж, легкая укладка и достаточно простое платье. Но просто не значит дешево. Я бы не купила такое дорогое, но мама сказала, если понравилось, бери. Мама рассчитывала на еще больше, ну крупную сумму. Но для меня 9 тысяч как-то дороговато для вроде обычного простого платья. Но мама одобрила с папой, поэтому мы его взяли. 9 еще немного. Платье ее одноклассницы стоит 20 тысяч рублей. Оно, конечно, украшено камнями, стразами. Но Оля считает, что это не самое главное. Важно хорошо провести время с бывшими одноклассниками. А провести его тоже не дешево. Аренда зала в ресторане, работа ведущего, видеооператора и фотографа. На выпускной можно потратить сотни тысяч рублей, можно потратить десятки тысяч рублей. Опять же, все зависит от того, какую программу хотят выпускники, какой есть бюджет у того класса, который празднует выпускной. А в программе ведущий диджей обязательно. Это примерно 30-40 тысяч рублей. Столько же будет стоить кавер-группа. Это если днем. Вечером около 60 тысяч. Можно добавить бармен-шоу. Бармен-шоу в среднем стоит 16 тысяч рублей в Ростове. Можно добавить выступление бумажного шоу. Бумажное шоу в среднем тоже стоит где-то в районе 14-16 тысяч рублей. Можно добавить выступление шоу-балета. Можно добавить выступление приглашенных звезд. Сумма складывается внушительная. Но столько на праздник ребенку готовы потратить не все родители. И некоторые считают большие траты чрезмерной расточительностью. Оксана Викторовна мама со стажем. У нее трое детей. Старшая дочь уже отметила выпускной. В этом году очередь младшей. Я считаю, что если вместо покупки дорогого платья можно лучше ребенка отправить куда-то отдыхать. Это гораздо лучше. Это гораздо больше эмоций. Многие, наверное, сейчас вспомнили свою подготовку к выпускному, трепет и волнение накануне праздника и самые яркие его моменты. И мы узнали, чем запомнился ростовчанам их выпускной. Наряд мы готовили с мамой. Гипюровое платье голубое, я помню. Это была, как обычно, тусовка на территории школы. А потом просто в 6 утра я кидался помидорами в окно директора. Гуляли до утра. Мы почти встречали рассвет. До 4 утра мы гуляли. Ну да, всех одноклассников помню, конечно, встречаемся иногда. Платья и ресторан могут стоить много или мало. Но самое дорогое для вчерашних школьников – это все-таки воспоминания. А сейчас нужно встретить свой первый взрослый рассвет, поступить в колледж или университет. И пусть в их жизни самым сложным будет выбор платья на выпускной. Алена Бадр, Валерия Дорошенко, Александр Кучец, Юрий Друзякин. Дон-24, Ростов-на-Дону.